Очень частая история, почему что-то идёт не так, это обструкции. Обструкции протока – это, наверное, одна из самых частых причин у кошек проблем. То есть у нас есть проток, он у них общий, желчевыводящих путей и поджелудочной железы. И, соответственно, ничего не оттекает поджелудочное, переполняется гневом, воспаляется и происходит панкреатит. Произойти вот эта вот обструкция протока может быть из-за чего угодно. Из-за отёка сфинктера, потому что воспалена 12-перстная кишка. Из-за новообразования этого самого протока или чего-нибудь рядом лежащего. Из-за паразитов, чаще всего это трематоды какие-либо. Из-за хирургического вмешательства где-то рядом, то есть в каких-то из областях. Что ещё? То есть рефлюкс желчи. Когда у нас содержимое 12-перстной кишки попадает в проток. Но мы уже говорили о рвоте, как о факторе риска развития панкреатита. Мы говорили о том, что высотная травма может к этому произвести. А ещё любое падение давления, любое нарушение кровотока в поджелудочной железе – это очень нежное такое место. Любое нарушение кровотока, любая ишемия приводит к тому, что возникает панкреатит. Соответственно, какие у нас риски? Анестезия, особенно длительная, долгая. Неважно, где происходит операция. Спиной мозг максимально далёкий от поджелудочной железы области. Вероятность панкреатита есть, если анестезиолог не досмотрел и давление упало. Любые анемии тяжёлые, когда у нас нет нормального снабжения кислородом, поджелудочная отреагирует остро. То есть любые вот эти вещи приведут к таким ситуациям. Ко мне попала пациентка, не могли понять, что с ней. Такие пнули ко мне из серии «Разберись», потому что непонятно. Кошка урвёт, кошка не ест. А история следующая. Пожилая кошка, всё с ней было хорошо, кроме камня на зубах. Почистили камень на зубах, кошка на фоне этого стрессанула и получила острый идиопатический цистит. И доктор, то ли он ошибся в дозировке, то ли владельцы не так поняли, потому что общение было по телефону, назначил теразозин, короче говоря, в миллиграмм на кошку. Кошка маленькая. Ей дали, кошка упала в такое состояние тряпочки. А к тому моменту, как она очнулась, короче говоря, началась вот эта вся история. У кошки панкреатит, из-за чего падение давления. То есть все вот эти вот истории, они могут приводить к панкреатиту. И это и для собак и кошек справедливая история. Инфекция. У собак никогда не бывает инфекционного панкреатита в чистом виде, то есть бактерий там нет. А вот у кошек примерно в 35% случаев в поджелудочной железе мы находим бактерии. Я у них беру бакпосев не просто так, я беру бакпосев из поджелудочной как раз для того, чтобы найти вот эти вот 35%. И моя статистика чуть поменьше, но возможно это связано с тем, что опять же, пока они доедут в лабораторию, что-то происходит. Сейчас лаборатория стала ближе, посмотрим, как поменяется статистика. Но тем не менее у кошек есть. И причем чем тяжелее кошка себя чувствует, тем вероятнее, что у нее инфекционный панкреатит. И собственно так, как происходит инфекционный панкреатит из-за того, что бактерии кишечника забрасываются в поджелудочную железу, предсказать, к чему они будут. Ну то есть предсказать, на что они отреагируют хорошо, а к чему они будут резистентны, невозможно. Вот вообще никак. И чем дальше мы живем, с каждым годом эти предсказания все сложнее, все чаще бакпасив на тебя рычит. Все больше там этих резистентно. Потому что мы живем в мире, где антибиотики, ну разве что ими не купаются, владельцами поливаются, кошка там рядом ходит. И отсюда у нее возникает вся вот эта вот история. Ну то есть совместное содержание, совместное наличие антибиотиков повсеместно, оно приводит к тому, что зверь, может, и не получал их никогда, но он в них жил. и у него его собственная микрофлора уже к ним такая нормально нет поджелудочной нет из самой ткани я стараюсь проток не попадать просто я беру цитологию поджелудочной это я делаю в самый вот разгар процесса и первое время брала даже панкреатическую липазу до и после ну то есть перед тем как после того как я иголкой потыкаю не на единицу не отличаются а цитология как правило она показывает ничего иногда она показывает лимфоплазмоцитарное воспаление это может быть маркером для того чтобы начать лечение аутоиммунного панкреатита да 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 среду имса небольшое там количество приходили довольно часто я не могу сказать что у меня 35 процентов у меня меньше но коррелирует вот как и говорят о том что легкая форма чаще всего придет стерильная а вот те животные у которых там температура очень тяжелое самочувствие лейкоцитоз или лейкопени у них скорее всего придет положительный но это только окошках у собак всегда стерильный бак посев это вот прям ну собак нет инфекционного панкреатита у них сфинктероиде работает ничего не забрасывается у них это всегда стерильный процесс есть несколько моментов то есть у собак зафиксировано развитие острого панкреатита при бобезиозе релихиозе лишь маниозе вот все кто слушал предыдущий слайд могут сказать почему ишемия аниме да вот все это не потому что эти инфекции это потому что аниме то есть у кошек раньше предполагали что таксоплазмоз и бартонеллез может вызывать панкреатит экспериментировали смотрели не подтверждается это никак скорее всего не может было несколько случаев то есть две серии не связаны это между собой когда проснись когда калицивирос кошек вызывал вот этот системный калицивирус он может быть виноват в том числе и в панкреатите но это тоже такой скорее момент это не фактор риска это скорее одна из причин которая у нас сравнительно редко потому что мы не ищем то есть это аутоиммунный панкреатит собственно уже лет 20 назад его обнаружили у людей и характеризуется он лимфоцитарной плазмоцитарной инфильтрации поджелудочной железы у животных тоже есть гистологически она может быть когда мы не видим классической картины панкреатита вот как она есть но видим сильную инфильтрации у собак это может быть конкретный аутоиммунный панкреатит и характерен он для спаниелей различных вариаций вот этих пород а у кошек это может быть один из комплексов так называемого общего лимфо плазмоцитарного воспаления 12 перстной кишки холан лимфоцитарный холангия гепатит и лимфоцитарный панкреатит то есть что-то может проявляться серии то что-то легче но в любом месте мы найдем вот эту инфильтрацию лечение будет кортикостероидные гормоны собственно мы есть уже довольно много различных исследований статей где говорят об успешном использовании иммуносупрессоров в лечении хронического панкреатита собак и хронического вот это вот лимфоцитарно плазмоцитарного комплекса у кошек но собственно обычно их используют когда не помогают другие методы когда получили нужную вот эту вот 100 логию там то есть доказано просто так рутинно мы при панкреатитах не используем иммуносупрессора описан случаях лечения хронического панкреатита циклоспорином это если у нас но с кортикостероидами не сложилось и так обобщаем в плане причин то есть у собак чаще всего гиперстимуляция секреции самые частые причины поедания жирной пищи нарушение липидного обмена высокий уровень триглицеридов лекарства токсины гиперкальцемии инфекции приводящие к ними что-то приводящие к ишемии сюда же у кошек в 1 3 случаев это ретроградный заброс содержимого кишечника в проток и бактериальный панкреатит в двух третьих это обструкция панкреатического протока при заболевании желчевыводящих путей дпк каких-то других ситуациях и сюда же заброс из-за рвоты из-за каких-то травм все это сюда же в принципе у всех может произойти панкреатит на фоне травмы падение давления хирургических операций особенно продолжительных неважно где они находятся самые частые потому что самые долгие это всякие операции на костях там на позвоночнике они как раз чаще всего приводят панкреатиту это не потому что мы там что-то рядом оперировали поджелудочную тронули нет это потому что давление рухнуло я не хватило кислорода она сказала но и все и заболела клиническая картина может быть конкретной или размытой но то есть клиническая картина когда тяжелая мы предполагаем панкреатит довольно быстро то есть у собак обычно мы видим хронично острый по течению это не гистологическая картина это уже мы говорим о течении просто заболевания и он сопровождается рвотой абдоминальной болью выраженным угнетением они обычно говорят не хочет двигаться них не пьет не ест то есть там может быть температура может быть диарея то есть тяжелых случаях одышка шок коллапс был один случай когда собаку отказали лапы то есть она попыталась встать упала это огромная жирная господи кто она лабрадор все-таки по моему ну то есть такая огромная жирная туша ее привезли к неврологу невролог посмотрела что-то но выписал на мрт потому что неврологические тоже проблемы он там нащупал или ортопедически что-то в спине нащупал выписал на мрт но невролог опытный такой соседний кабинет говорит пожалуйста гастроэнтерологу говорит давай посмотри пожалуйста очень надо а я ее трогаю не мне кажется что говорит у них живот болит я ее трогаю болит ставлю датчик там поджелудка такая начинаю расспрашивать владельцев они корм только корм но чуть-чуть сыра но маленько колбасы и короче говоря вся вот и там каждый там чего-нибудь говорю отдавали то что но накануне там выясняется что чего только не давали фуа-гра разве что не падала с неба но и все за последний день потому что у них там какой-то празднику собака на праздновать короче говоря стало плохо мы и обезболили она встала и уже уходила из клиники не отказались от стационара ногами ну то есть вот острые состояния мы можем скорее понять что к чему хронически в легкой форме обычно фиг разберешь что это такое потому что это могут быть просто собаки у которых периодически сниженный аппетит они после еды вот такой вот позу принимают а это не обязательно ну то есть это маркер того что что-то болит в эпигастре не факт что это поджелудочная или может болеть шея кстати тоже они такую же позу примут может быть примесь крови в калий часто идентификация так периодами потерял аппетит есть не хочет вырвала там пару раз а потом пропоносила что это но может быть хроническая энтеропатия а может быть панкредит он тоже так делает те которые едят они могут потом выраженно беспокоиться после еды или ложиться и лежать пластом или наоборот там без ходить вот так вот скорчившись есть очень много системных осложнений которые еще более запутывают что у нас там происходит панкреатит не панкреатит то есть может появляться полиурия лигурия анурия это если почки присоединились может присоединяться одышка может присоединяться неврологическая симптоматика желтуха если страдает печень и иногда особенно у собак могут быть кровотечения двс геморрагический диатез вот эти все истории у кошек все по-другому кошки они не собаки у них сюзан литтл выделяет три формы панкреатита у кошек острый некротизирующий очень похож на вот на тот который у собак только есть такая история вот кошки сейчас стало плохо ее не рвет кошек редко рвет у них рвота диарея боль в животе демонстрируемая только у каждой второй кошки а каждая первое сделает что есть не буду лягу буду лежать а потом умру очень быстро то есть они могут выдать вот такую форму и ты такой что это было поэтому у кошек короче говоря как там это писалось то в статье если не доказано иного кошку мы считаем очень тяжело больной вот с первого вот смотрим на нее ты очень тяжело болеешь кошка 2 ну то есть острый гнойный это только для кошек это как раз то вот ситуация когда идет бактериальный заброс и у нас там гнойное воспаление она острая но тяжелые они тоже могут довольно легко погибнуть их клинически это может все проявляться только тем что не ест и не хочет двигаться все она может даже боль не демонстрирует и трогаешь там огромная поджелудочная железа ты даже датчик ставишь посмотреть не опухоль я там это некротизированный жир она должна болеть страшно кошка сидит тебя презирает ничего не говорит и третье это хронический негнойный это самый распространенный это вот те самые 50 процентов кошек которые в статистике это вот они это как правило с чем мы сталкиваемся жила-была кошка жила-была на периодически ест не ест ну то есть кошка не очень контактных людям в какой-то момент она пожелтела владельцы приносит их спрашиваешь она вообще как бы чё у нее но она у нас до в течение года что-то худела голодала но нет она вроде ест подходит там что-то хрустит а съедают норму какую норму мы с горкой сыпем подсыпаем если горка поменьше стало то есть какая норма вы о чем вообще они не знают окошко постепенно там болела ходила такая периодически ела меньше не ела совсем то есть но не настолько чтобы они заметили заметили когда она стала вот такого цвета и принесли к нам соответственно форму мы можем понять потому как она но течет распространяется вот эти вот две вещи некротизирующие от гнойного острую форму я для себя различаю по цитологии бакпосеву если поджелудочная железа не спряталась кошки где-то очень глубоко куда я иглой не долезу если кошка там ну ка нибудь не особо толстая я стараюсь взять у нее цитологии бакпосев это прям вот на первом приеме нет нет они обычно не больнее чем кровь сдать они лежат лежат я делаю делаю узи побрила спирт бетадин стерикан все и она как правило лежит я разговариваю даже владельцев не выгоняю ради этого у меня был наверное один коду которая брала подседация на просто мне очень хотелось его заседировать чтобы кровь взять и все взять потому что наш очень злой был просто лабораторная диагностика что мы видим лабораторных анализах мы можем там вообще никаких изменений не увидеть клиника и биохимия будут нормальные можем увидеть анемию она довольно часто встречается но иногда она замаскирована часто она встречается у кошек порежу собак иногда замаскирована тем что кошка обезвоженный как будто все в порядке ты начинаешь гидротировать и тогда видишь истинный масштаб ее анемии у собак мы чаще видим гемоконцентрацию собаки реже уходят в анемию но тоже это необязательная история лейкоцитоз закономерно у кошек чаще чем у собак и у собак мы можем видеть лейкоцитоз это нам не говорит о том что у них есть инфекции это говорит просто об остроте процесса ликопения бывает у всех может ассоциироваться с плохим прогнозом по биохимии опять же самая частая история это снижение общего ионизированного кальция и это прогностический показатель он нам может говорить о том что идет серьезный панкреатит и вот надо отнестись к этому серьезнее с глюкозой тоже гипергликемия маркер панкреонекроза гипогликемия у кошек при тяжелом течении гнойного панкреатита встречается если мы видим у кошку с гипогликемии бакпосев прям надо взять ну то есть низкие лейкоциты низкий кальций надо взять бакпосев из этой поджелудочной может быть и у кошек у собак повышение печеночных трансаминаз у кошек щелочной фосфатазы как маркер липидоза и собственно может на фоне обструкции желчевыводящих путей под повышаться билирубин что важно важно ну то есть есть специфический маркер панкреатита это панкреатическая липоза собак или панкреатическая липоза кошек это специфический фермент он про подходит для ранней диагностики иногда мы можем выявить до того как у нас какие-то изменения на узи появятся и он не зависит от таких факторов как гастрит хроническое заболевание почек прием кортикостероидов как например та же панкреатическая мелаза который в некоторых лабораториях делают она не очень надежная она во первых повышается довольно поздно уже в разгаре событий они вот самом начале во вторых очень много вещей при которых она повышается а это не панкреатит на специфическую панкреатическую липозу не реагирует ничего есть собственно как аппараты доступные нам сейчас когда у нас ну многих других привычных аппаратов нет и есть возможности делать тесты экспресс практически в любой клинике я думаю что этим можно пользоваться они довольно четко отражают картину есть данные о том что мы можем использовать панкреатическую панкреатическую липозу для отслеживания того как у нас идет выздоровление одного клинического состояния не всегда достаточно эти вещи ну то есть у нас три маркера мы по трем и работаем кстати я не долго интересовало почему снижается кальций при панкреатите я докопалась до нашей лаборатории не рассказали потом я еще нашла где об этом пишут то есть основная причина кальций уходит откладывается в область жирового некроза то есть чем ниже у нас кальций тем выше у нас момент именно некротизирующих каких-то вещей то есть панкреанекроз это вот и гипокальцемия это связанные вещи к еще диагностика доступна рентген но рентген слабо нам что-то говорит у нас может быть эффект матового стекла в области поджелудочной потому что она отекла может смещаться желудок влево из-за того что поджелудочная опять же отекла а 12-перстная кишка справа может быть скопление газа в 12-перстной кишке потому что опять же отток из-за поджелудочной нарушен и в поперечной кишке об одном поперечном сегменте ободочной кишки но это для внимательных и для тех кто любит рентген я люблю узи это мой любимый момент узи признаки панкреатита они тоже существуют например что мы с вами можем видеть мы можем видеть увеличенную поджелудочную железу наличие локального выпада рядом с ней мы можем видеть ее снижение эхогенности или повышение эхогенности поджелудочной железы и ее неоднородность это все тоже будут маркеры в сторону того что с ней что-то идет снижение это маркер отека неоднородность это наличие разных воспалительных там моментов то есть например очишков некроза чередующих с отеком это тоже все может быть гиперэхогенность паренхима это уже может быть маркер или некротизирующих тканей или фиброза если мы видим вокруг гиперэхогенный сальник ну то есть реакцию жира окружающих тканей это тоже такой маркер панкреатита в некоторых случаях мы можем видеть очаги с повышенной эхогенностью и тенью это кальцинаты анахогенные очаги это псевдокисты кисты абсцессы у собак норм как таковых то есть таких вот нет собаки разные по размеру для кошек есть точные нормы то есть мы меряем поперечный размер и толщина левой доли должна быть в пределах 5 9 миллиметров если она больше 9 это точно не норма а правая доля которая у них меньше развита не больше 6 миллиметров а что хотелось сказать узи есть свои ограничения связаны они в частности с тем что узи стало очень то есть очень хорошо все видеть и например ну например вот видим мы вот такую поджелудочную что это нам говорит ну то есть это по моему гистологически вот этот вот момент это был как раз как господи как они эти надулярной гиперплазии поджелудочной железы то что бывает у старых животных часто она бывает и у селезенки у других каких-то органов ну то есть вот она смотришь на панкреатит же ничего она такая неоднородная разве что ткани вокруг чувствительность узи брюшной полости вообще и поджелудочная в частности зависит от оператора ну то есть и колеблется где-то от 35 до 68 процентов в самых опытных руках потому что мы можем из-за того что узи очень хорошо видит что-то принять за панкреатит или не заметить панкреатит если он там не очень проявлен вот здесь тоже не очень понятная история да у нас изменена поджелудочная железа это легко принять за панкреатит но это может быть и отек поджелудочной железы на фоне гипоальпомии на фоне какой-то травмы удара и прочего то есть и поэтому для постановки диагноза панкреатит 1 узи недостаточно нам нужны два из трех признаков о чем мы говорили о чем в общем то вот здесь в консенсусе как раз по панкреатиту кошек написано очень хорошо можете почитать статью она вообще классная там довольно многое встает на свои места если у меня есть время просто несколько случаев быстро расскажу панкреатиты как они есть это например померанский шпиц крестьян характерный возраст для панкреатита то есть они где-то с пяти до вот и выше лет происходит его рвет постоянно то есть независимо от еды до этого оставляли знакомым они могли его как-нибудь иначе покормить воду пьет в небольшом количестве вообще грустный печальный в остальном все с ним вроде бы хорошо его смотришь он такой толстая собачка там под шубой еще до есть жирочек у него субфибрильная температура и ему больно живот нельзя сказать чтобы сильно больно но говорят что собака терпеливая на рентгене есть пневматизация некоторых отделов кишечника возможно то есть и тонкого и толстого и расширенный желудок и двенадцатиперстная кишка смотрим на узи сдаем анализы то есть по анализам но в общем то не могу сказать что что-то было специфическое не считаю собственно если вы присмотритесь хорошо вы увидите какой у него высокий холестерин и триглицериды этой толстенькой собачки это еще тот момент когда у нас а мелаза или паза были в бланке сейчас уже немножко все поменялось и самое главное что нам показывает узи вот такую вот историю то есть смотрите желчный пузырь а рядом еще больше желчный пузырь их два нет никакой перистальтики в кишечнике перистальтика желудка усилена как при народном теле потому что она не может пробиться ну то есть дальше потому что вот это вот история перекрывает все это там не менее трех сантиметров занимает вот это толстостенное образование туда проникаем и собственно там оказывается вот такой вот содержимое но откровенно гнойная в те времена мне вот вот здесь мне показалось вера моя слабая думаю но абсцесс же но абсцесс это инфекция но надо антибиотик назначить но думаю отправлено бакпасев посмотрим чего там бакпасев пришел стерильный цитология показала нейтрофильное воспаление собственно мы нам пришлось иссечь эту стенку потому что просто аспирация на сделала ему лучше он сразу так как жидкость из желудка то есть могла уходить перестала давить все это стало лучше но в общем то ничего особенного не произошло в принципе цитология хорошие полезные исследования поджелудочной железы потому что потому что мы ее можем взять в тот момент когда они обострены она не обостряет тонкая игла не делает поджелудочной хуже просто не делает если мы взяли у нас там есть панкреатические цинарные клетки значит мы ее взяли хорошо если мы видим какие-то воспалительные клетки это нам подтверждает воспаление если мы видим бактерии мы понимаем что происходит собак мы скорее всего не увидим собак я редко беру цитологию и бакпасев поджелудочный бакпасев не беру уже вообще отчаялась них как в литературе говорят нет так у меня не было ни разу ну то есть это правда не работает нам всегда нужна гистология но если они отказываются цитология лучше чем ничего другой вариант панкреатита шатцы два года вырвала кормом кормили накануне вечером пошли сделали инъекцию сирени потому что это друзья сотрудников они знают что кошки рвота это плохо ну то есть надо сразу марапетант колоть потому что если кошку рвет дальше будет хуже и все в общем было неплохо ела пила потом стала вялая короче началась опять рвота и они уже приехали дефекации у нее особо нет ну то есть все выглядит вроде неплохо мы осматриваем у нее живот должен болеть потому что там увеличенная поджелудочная железа он не болит выглядит кошка во всем остальном она абсолютно нормальная я у нее народный тело поискала повсюду никак не нашла ну то есть поджелудочная железа пальпируется как уплотнение по узи то есть есть признаки панкреатита но это не самая главная находка самая главная находка наверное не в ту сторону листаю вот так вот такой вот желчный и вот такой вот вот такое состояние протока да и двенадцатиперстной кишки здесь у нас ситуация именно связанная с застоем желчевыводящих путях собственно с нарушением прохождения протока то здесь у нас в общем то есть данные за то что развивается процесс сразу и в желчный желчевыводящих путях и собственно в поджелудочной вторичной из-за обструкции если мы посмотрим на анализы у нас больше поражения с а лтст то есть бак посев с поджелудочной не показал роста бак посев желчи шерихи уколи довольно частая история панкреатическая липаза вот так вот в 10 раз увеличена мы начинаем антибиотикотерапию проснись обезболиваем капаем и буквально да уже пора до сворачиваться и буквально вот через неделю я беру я беру у них раз в неделю мы берем результат вот у нас было 35 до стал один есть в общем то прогностическая ценность и ценность на фоне исследования на фоне лечения она тоже у нас есть вот этих вот моментов гистология у этой кошки кошки видели как все плохо до некроз локально обширный острый легкий то есть у этой кошки нет хронических проблем и у этой кошки не будет их дальше если мы ничего с ней плохого не сделаем то есть это был острый процесс важно было пролечить его и все будет хорошо то есть вот такие они разные панкреатита был еще панкреатит со старым котом у которого были вот такие вот опухоли кисты и здесь основная задача была вот эту кисту опустошить чтобы дальше проток мог работать она находилась рядом и на этом фоне у нас все происходило легче то есть мы тоже брали все это на цитологию здесь у нас киста как киста и поджелудочный взять не удалось куда ни ткни там везде киста маленькая или большая бак посев пришел абсолютно вот нормальный то есть с кистами всегда стараюсь понять обсеменены они или нет ну и вот собственно это тот момент как как я беру вот так и беру это окошко она лежит сейчас мы ее увидим вот она игла эй да что ты ну давай до конца видео потому что дальше будет видно что там лежит кошка без седации иглу мы тоже с вами нормально видим но там вообще совершенно спокойно это кошка у которой собственно вот по этой цитологии заподозрил что они есть лимфома и потом на гистологию хотя вроде бы ну что да я взяла из поджелудочной там лимфоцитарный инфильтрат и думаю ну может лимфоплазмоцитарный тип воспаления старая кошка и из лимфоузла лимфоидная гиперплазия но вот как то как то мы потом перебрали гистологию когда панкреатит закончился а поджелудочная не перестала выглядеть вот так вот плохо перебрали до нашли у нее лимфома сейчас она на лечении лимфомы находится да да это как раз лимфом поджелудочный и панкреатит на этом фоне мы полечили панкреатит кошки стало лучше но мы полечили антибиотиками тоже хотя у меня конечно были серьезные мысли насчет того что не контаминант ли это до эпидермальный но я что-то смотрю не в ликоциты температура или лимфома или скорее всего это было лимфома и антибиотики и зря давала на и стало очень хорошо конечно сейчас я уже не вредничай то есть мы полечились мы и пролечили в общем то я думаю она худая работа прекратилась аппетит нормальный окошко все худее худее думаю но не к добру при этом я думаю может у нее экзокринная недостаточность поджелудочной железы мы не можем сдать у них трепсиноподобную монореактивность лабраклин недоступен я сдаю от владельцев в инвитро эту панкреатическую эластазу кала если и она там есть это точно не экзокринная недостаточность она там есть у кошки ну то есть у нее ферменты есть все все норм для легистологии лимфома и вот сейчас она проходит лечение итак какое у нас лечение мы дошли до самого главного я завершаю уже практически устранение причины выявление лечения всех сопутствующих болячек питание противорвотная терапия очень важный момент коррекция дисбаланса жидкости электролитов обезболивание панкреатит болит всегда то есть когда мы говорим о собаках интенсивной инфузионной терапии это основная терапия у кошек мы капаем их нежнее потому что их легко перегрузить объемом и у них инфузионная терапия рассчитывается иначе просто плавненько и максимально в стационаре анальгезия всегда если у нас подтвержден панкреатит она должна быть обычно идет в условиях стация стационара фентанил китамин лидокаин или морфин китамин лидокаин животным с панкреатитом нельзя никакие нпвс в том числе адренали анальгин анальгином нельзя да он тоже хоть и третью цикла оксигеназа угнетают но поджелудки хватает и эта история на нежная очень что с кошками но с кошками мы их начинаем копать максимально быстро обезболивать максимально быстро кошек редко рвет но кошек есть анорексия и анорексия это в маркер тошноты и кошкам мы тоже назначаем антиеметики всегда когда не едят а еще и потому что антиеметики обладают противовоспалительным свойством сейчас немножко об этом чуть чуть подробнее скажу сейчас мы с анальгезией закончим есть собственно препараты которые но доступны тем кому недоступны всякие там наркотики это лидокаин собственно иногда у нас есть там препараты где мы можем сочетать лидокаин с китамином и тромодол тромодол в общем-то и гапапентин считаются хорошим вариантом для анальгезии поджелудочной железы у собак и у кошек то есть и когда у нас хронически какой-нибудь по течению панкреатит в общем-то это хорошая история для домашнего лечения гапапентин тромодол прекрасно работает ну то есть на тромодол они ходят получают его как инъекция она собственно гапапентин гапапентин доза не написано она стандартная 10 до 30 миллиграмм на килограмм каждые 8 или 12 часов мы смотрим как нам хватает обезболивающего эта табличка справочная просто нам для вот не успели давайте и секунда у меня уже просто это я вторую свою лекцию не так сильно люблю как панкреатит поэтому я от нее откидаю время как могу на панкреатит просто 2 это чё она скучная панкреатита это наша боль диета самая важная история 1 вернее ну как у нас тут самое важное что инфузии самое важное антиэметики самое важное анальгезе самое важное все это важно диета чем раньше мы их начинаем кормить тем лучше работает кишечник меньше воспаление тем быстрее регенерирует слизистая оболочка кишечника тем лучше там крота кровоток и тем лучше кровоток поджелудочный холод голод это вот забудьте не работает и в принципе то есть не будет катаболизма белка не будет белковой энергетической недостаточность все будет хорошо если мы говорим о собаках оптимальная история низкожировой корм низко белку белковый простите низко белковый написано белковый высокоуглеводный первое время максимально мягкий то есть или размачиваем или даем консерва часто мягкие малыми порциями если у нас как бы не ест можно стойко не ест и антиэметики не помогает все равно не ест из афагастома гастростома есть расчетная потребность в энергию можно использовать кошкам нет необходимости в низкожировых рационах то есть высокожировые например там диеты ренал им не подойдут но нежелательно когда у тебя панкреатит жиром перегружать ну то есть но умеренное количество жира высокое количество белка выше чем у собак им нужно и низкое содержание углеводов то есть у них другие потребности в питании но также нам годится диета гастроинтестинал только не надо лауфет кстати есть еще такая диета как гастроинтестинал модератор калорий как думаете кому она нужна не а у собак лауфет это кошачья диета до жирным кошкам чтобы они в липидоз не уходили чтоб вес их снизить безболезненно жирным кошкам с панкреатитом ее можно и любым жирным кошкам можно далее если у нас зверь голодал долго нам очень важно избежать реперфузионного синдрома то есть кормить его не слишком много есть энтеральные диеты мы можем использовать человеческие для краткосрочного питания но в них всего очень мало ни жира там не белка не питательных веществ и они нам не особо лучше найти что-нибудь из этого это не не все доступно но royal каниновский жир жидкие гастроинтестинал ауфет в принципе те кто имеет руку за рубежом могут до них до них дотянуться это очень хорошая история антиеметики важнейшая ситуация в лечении панкреатита почему потому что есть исследования на грызунах которые показывают что марапетант блокируя nk1 рецепторы поджелудочной железе останавливает воспаление то есть это не просто противорвотное это еще и а театропное лечение мы можем совершенно смело использовать с вами марапетант я кстати вот влюбилась новый вариант марапетанта шиере почему потому что он зараза не щипется он не щипется то есть ты кошку колешь как обычным уколом нет вот этого вот потом я сейчас у меня уже кончается один флакончик с которым я работаю прям прям влюбилась классная что история соответственно есть и пероральные формы иногда недоступны но тоже не всегда чем еще хорош хорош марапетант почему это препарат первого выбора из антиеметиков тем что он устраняет хроническую боль как раз вот за счет того что висцеральные рецепторы нейрокенина он тоже блокирует острую боль нет это не анальгетик ну то есть если отрезать хвост и вколоть шиерею не будет не больно а хроническую вот эту вот вялую убирает и неплохо антиметик номер два если у нас в одиночку не справляется марапетант нам нужен андоситрон это антагонист серотонина и у него тоже предполагается противовоспалительная активность как раз за счет его воздействия на рецептор нейрокенина метаклопромид на третьем месте потому что во первых у кошек это не антиеметик вообще у них нет рецепторов дофамина короче у них там не работает он у них может работать как против прокинетик но он их не вызвано не обладает противорвотным эффектом а во вторых потому что есть всякие противоречивые моменты насчет его токсичности и доза про витамин b12 я говорила про панкреатические ферментные добавки они точно не нужны в острой фазе но говорят что болевой синдром анорексию то есть пишут об этом у кошек с хроническим панкреатитом в той стадии когда это между хроническим панкреатитом экзокринной недостаточностью ну вот вот эта вот история они могут убирать то есть они нужны вот в этих ситуациях мы должны корректировать электролиты калий кальций а хирургическое вмешательство мы должны избегать только если у нас есть какая-то обструкция протока или абсцесс когда нам надо его сечь мы не можем просто аспирировать или есть какое-то новообразование поджелудочной железы и но нам не устранить никак вот эту историю мы идем на хирургии то мы стараемся если она не настолько остра что может убить до животным стараемся сперва снять остроту воспаления обезболить прокапать там все это наладить ввести противовоспалительные марапетант и уже потом только вмешиваться стимуляторы аппетита работают при панкреатите плохо их можно применять на стадии выздоровления их два одобренных это мертозапин есть мертозапин таблетированный у нас вроде как по его есть трансдермальная масть мертозапина во всем остальном мире очень удобно и не надо в рот лезть и капромарелин который используется и у собак и в принципе есть исследование на кошках можно применять но изофагостома честно говоря эффективнее стимуляторы аппетита редко покрывают потребность калориях сразу если не удается прям быстро начать кормить лучше поставить изофагостому кормить в нее снять ее когда аппетит восстановится антибиотики не нужны у собак нужны у кошек по бакпосеву считается что если там совсем все тяжело и плохо то до результата бакпосева мы можем выбирать энрофлоксацин или марбофлоксацин потому что энро чаще дает осложнение на сетчатку это вот собственно отсюда взяла ингибиторы протонные помпы не показаны только если есть язвенные поражения господи то все его знают я везде говорю что не суйте ингибиторы протонной помпы никуда где нет язвы суйте туда где язва есть потому что есть данные о том что при их применении идет избыточный бактериальный рост кишечнике возникает высокий риск бактериальной аспирационной пневмонии а еще по обратной связи повышается концентрация гастрина в крови развивается опухоли на крысах проверено на людях доказано да это котик которого просто чуть чего в течение нескольких лет лечили амепрозолом он его просто ел чуть чего потому что им один раз назначили владельцы потом сто раз повторили иммуносупрессоры мы можем применять преднизолонный лициклоспорин в тех случаях когда у нас есть аутоиммунный панкреатит собак доказанный по гистологии или цитологии они не фактор риска есть исследования которые не подтвердили ассоциации панкреатитом у собак но у меня была собака который назначили преднизолон по совсем другой истории у нее на фоне преднизолона так как он влияет на липидный обмен подскочили триглицериды случился панкреатит поэтому как бы с этим все аккуратненько не короче говоря не переборщивайте не применять его как основной вариант лечения пока нет пока не накопилось больше информации пока мы точно не знаем где его надо а где его не надо то есть он у нас препарат скорее исключение чем правило это вот как раз та собака которая рассказывала которые что у нас есть нового от чего мы ждем прорыва фузоплодип натрия это ветеринарный препарат для специфического устранения воспаления поджелудочной железы в восемнадцатом году он прошел лицензию в японии сейчас проходит пусть ну то есть получил условное одобрение проходит дальше исследование сша это антагонист функционально связанного антигена лейкоцитов lfa-1 им лечат различные заболевания глаз тут есть кстати некоторая история с связанная в том числе то есть например с морепитантом этим тоже лечится синдром сухого глаза то есть это вот противовспалительные вещи но здесь специфичность вроде как повыше он блокирует экстравазат нейтрофилами и уменьшает панкреатическое кровотечение некроз то есть есть дозы оформлены одобренные в японии для собак у кошек он тоже работает но у кошек непонятна доза сейчас идут как раз исследование в этом направлении то есть не знают сколько им надо ну то есть других животных тоже работает это рабочая схема считается что вот скоро этой до нас такая до катится а другие ингибиторы протеаз не работают сколько там не пытались они не работают если их в колоть одновременно с возникновением панкреатита то есть его индукции то есть скалывая шпирт поджелудку одновременно этот самый ингибитор протеаз он предотвращает развитие панкреатита если уже произошла вот эта активация не предотвращает ну все он уже идет поэтому больше вот вот сюда здесь работает там не работает не работают антиоксиданты к сожалению не работают мои любимые пробиотики вот сколько исследований по их применению при панкреатите нифига не становится лучше даже вот говорят что хуже антоциды антисекреторные вещества там актреатит кто там еще контрикал не работают но я не буду останавливаться на осложнениях панкреатита потому что у нас нет времени но это не самое главное в нашей жизни вот несколько статей которые рекомендую читать они классные и я сейчас немножко быстренько пробегусь по второй теме которая осталась подождите немножко итак друзья мои мы прослушали панкреатит и смотрите у вас ваших пакетиках которые вам выдали лежат вот такие вот брошюрки от нашего спонсора аналитики там есть опрос если пройти этот опрос они предлагают скидку на как раз приборы определяющие панкреатическую липазу и так далее поэтому если кому в клинике нужен этот прибор пожалуйста воспользуйтесь предложением и сейчас ольга владимировна продолжит рассказывать до про неблагоприятные пищевые реакции у ко у кошек до пару минут вот техник говорит наш мы можем посвятить вопросам так у кого есть вопросы ольга владимировна вы коснулись панкреатической эластазы и мне хотелось бы уточнить один момент дело в том что этот фермент всегда был видоспецифичным какая-то новая информация появилась о том что можно сдавать медицинскую лабораторию можем предположить что у нас есть экзокринная недостаточность поджелудочной железы читала это про собака пробовала на кошках и в общем то у меня есть несколько животных где я нашла нормальную панкреатическую эластазу соответственно не стала у них искать экзокринную недостаточность начала искать лимфому и нашла ее ну то есть у меня есть вот эти данные не могу сказать что они широко распространены могу скинуть где я это подобрала собаками у меня есть две собаки в принципе у собак это рекомендованное исследование в тех случаях когда мы предполагаем ну то есть нарушение проходимости протока поджелудочной железы когда у нас по трепсиноподобной ему на реактивности норма или даже повышенное значение а у животного клинически экзокринная недостаточность поджелудочной железы и ты это видишь это предполагая что может быть ферменты есть но они не попадают в двенадцатиперстную соответственно не попадают в кал и тогда рекомендовано да это не абсолютно коррелирующие вещи но мы можем использовать медицинскую вот для таких каких-то условных вещей там нет норм но прописанных мы не знаем ну то есть каких но если совсем нет ну то есть 0 там или там какие-то следы и там пишут о том что перепроверьтесь это характерно для экзокринной недостаточности поджелудочной железы но она может быть нулевая потому что она просто не свяжется поэтому тут очень спорные вот эти моменты возможно да да но у меня вот ровно две собаки одна из них ударенная током у которой в общем то мы выявили этот ноль больше его нигде не вижу нуля ну то есть там появляется там не было панкреатической эластазы назначила им фермента сходя из этого хотя у нее абсолютно нормальная трепсиноподобная иммуно реактивности мы получили и набор веса и устранение всех симптомов и 2 это сбитая машиной собака тоже вот с такой же картиной маруся 2 2 собаки за всю историю что я сдаю вот при этом подозрение на панкреатическую эластазу то есть это не замена трепсиноподобной иммуно реактивности у собак точно нет но это дополнительное исследование которое имеет ограниченную на пользу но у кошек у нас пока нет других вариантов если мы освоим видоспецифическую панкреатическую эластазу кала будет вообще клёво не для собаки есть набора для кошек просто даже наборов нет вот чему просто она может быть с кошками это менее специфичных стать потому что историю ты читала про собака на кошке это экстраполировала так что и хорошо что пришла мы по этому лимфому не упустили так бы еще некоторое время и пыталась этими ферментами полечить эту самую кошку спасибо спасибо за вопрос классный